Могу вам сказать также, что я вместе с коллегами внесли в Государственную Думу законопроект о льготном налогобложении для бизнеса и компаний, которые финансируют профессиональный спорт. Такой закон есть, к примеру, в Китае. Вот, к примеру, вы знаете, такая есть компания Alibaba Group, крупнейшая компания. Вот там, значит, налог на прибыль снижен с 25 до 15% для бизнеса, кто вкладывает и кто финансирует спорт и профессиональный спорт. Поэтому сегодня, значит, там небывалый подъем и, конечно, сегодня 10% из 25 это уходит на спорт. Там развивается не только футбол, развивается спорт и развивается, причем так и семимильными шагами. Поэтому в этом отношении, конечно, это абсолютно правильно. Почему? Потому что сегодня, значит, практически 89-90% профессиональных футбольных клубов, я могу говорить по футболу наверняка, так сказать, это и волейбол, и баскетбол, и все остальные виды спорта, финансируются за счет федерального и регионального бюджета. Поэтому сегодня региональный бюджет не способен финансировать профессиональный клуб. Поэтому, конечно, в этом плане, значит, безусловно, сегодня только частные инвестиции или, допустим, государство, частное партнерство, которое активно внедряется сегодня. Вот за счет этого только можно сегодня содержать профессиональные клубы. Вот тогда мы будем соответствовать финансовому фэрплею, который учредила УЕФА. Значит, вот тогда, так сказать, мы будем, то есть соответствовать, то есть расходы и доходы должны соответствовать бюджету. Вот и заработная плата тоже самое. Вот много разговоров идет о том, что надо снижать заработную плату. Заработная плата зависит от бюджета. А бюджет зависит от того, насколько сегодня клуб зарабатывает. Если мы, допустим, приведу вам такой пример, если, допустим, российские клубы сегодня из 100% зарабатывают, допустим, 12%, там, 9% от телевизионных прав, и там, 3-4% от доходов от зрителей, там, кейтеринга, значит, атрибутики и все остальное. А все остальное, так сказать, спонсор или уже региональный бюджет выплачивает сам. Это не доходы. И поэтому они не соответствуют финансовому фэрплею. Если взять, допустим, 5 национальных чемпионатов, такие как Англия, Германия, Испания, Франция, Италия, вот там, значит, примерно 56-57%, 58% это доходы от телевизионных прав, от стоимости телевизионных прав, и доходы от зрителей, от продажи атрибутики, от кейтеринга и так далее. И потом уже спонсор. То есть все абсолютно соответствует. И вы знаете, наши три клуба были оштрафованы на 20 миллионов евро, из-за несоблюдения, это 2 или 3 года назад. Поэтому сейчас, значит, это очень актуально. И мне кажется, что только такой подход нужен сегодня, чтобы частные инвестиции обязательно, так сказать, внедрялись в профессиональный спорт. Но для этого им надо сознать условия и льготы. Вот поэтому вот такой мы внесли законопроект. Ну, вот будем его отстаивать, вот будем надеяться, что он пройдет. Более того, и президент, вы знаете, неоднократно, особенно на Совете по спорту, подчеркивает, что надо снижать ассигнование, значит, государственную дотацию на профессиональный спорт и увеличивать на массовый, на детско-южношеский, на спортивную инфраструктуру, которая сегодня у нас великолепная. Вот эти, так сказать, вещи надо делать. Поэтому я считаю, что вот как должен сегодня существовать профессиональный спорт. За счет только частных инвестиций. Но для этого надо и бизнесу создать условия.